Под Киевом начали строить завод по производству Байрактар. По словам гендиректора Байкара, на строительство завода потребуется около 12 месяцев, после чего он сможет выпускать до 120 БПЛА в год. Просто я почему вспомнил, мы как-то с вами неоднократно говорили в эфире, о уже малой эффективности Байрактара, как вида БПЛА, который легко уязвим стал для российской ПВО. Что изменилось? Почему мы налаживаем производство? Это какая-то модифицированная версия? Нет, дело в том, что почему есть вопросы, допустим, к таким беспилотникам, как Байрактар? Потому что они не могут работать в зонах, где есть ПВО противника. Сначала надо подавить ПВО противника, потом Байрактары себя покажут по всей красе. Без подавления они очень хорошая цель. А подавить можно только с серьезными системами зенитно-ракетных комплексов и ХФ-16, и с самолетами, то есть в паре. А вот у нас уже системы появляются, и Патриоты есть, СМТ есть, Носамцы есть, Аристы, СЛМ есть. Подойдут Ф-16, это общий. А если не еще, они скорее всего будут использовать информацию от системы АВАКС, то есть летающих радаров, вернее самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ДРЛО. По ЛИН-16 можно закачивать информацию, она же все равно, где она снята, главное, куда будет закачано. Закачиваться будет на самолет ЭК-16, он будет видеть все и вся, исходя из общих данных. А потому у нас есть впереди возможность по некоторым направлениям действительно завивать превосходство в воздухе, зачистить от ПВО противника определенные участки, там, где будут показывать себя, полностью раскрываться все возможности Байрактаров. Потому как раз вот именно этот момент авиационный, авиационная компонента появления в этом году и в 16-х, дает возможность нам надеяться и на то, что Байрактары займут свое место, положенное в строю общих систем и беспилотников, в том числе, но и авиационной компонентной. — Сегодня громко в Белгороде, и говорят, вот перед эфиром появилась информация, что в Ишевске что-то горит. Что скажете, это вот работа тоже таких беспилотных летательных аппаратов? — Однозначно. Это работа службы безопасности и Главного управления разведки. На базе ГУРа, на базе СБУ, Малюк и Гуданов создали довольно-таки серьезные подразделения по производству, причем там полный спектр. По производству, по использованию, по подтверждению. Это же разведка. Им же не надо что-то согласовывать. Они внутри, это разведсообщество, это подразделения, которые внутри себя выполняют. Они сами себе ставят задачу, они сами делают средства поражения или знают, вернее, думают, как их доставить в место исполнения. Ну и дальше сами выполняют, сами подтверждают. Ну, хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам, если знаете такую пословицу. Вот эти две наших спецслужбы очень хорошо работают, причем и в воздухе, и на море. Мы это видели и по Магурам, и по Сибэйби. Магура – это Гуровская, Сибэйби – это Малюка. И Мамай также хорошо себя показал. Ну и сейчас беспилотники, которые заходят на дальности под тысячу километров, начиная от Уст-Питера, от Питера практически до Волгограда. Ну и, естественно, Ижевск, а тем более Белгород. Белгород вообще святое, там до того Белгорода рукой подать, оттуда ракеты идут по Харькову. Нам ничего не остается, как отрабатывать Белгород по военным объектам, находя и уничтожая пусковые установки. Оттуда уже как минимум три ракеты по Харькову идут, такие серьезные. Это и «Искандер» баллистический, вот корейских две ракеты сегодня нашли, останки корейских ракет КН-23. И С-300, которая уже за два года унесла жизни сотен харьковчан. То есть, по большому счету, нам однозначно надо работать и по Белгороду, и рядом с Белгородом. Это направление одной из приоритетных. Харьков по-другому мы сейчас не закроем, только обратным ходом, обраткой уничтожая, пытаясь нащупать любые военные объекты. То есть, уничтожать все, что там шевелится с российским двуголовым этим цыпленком. Одно из особенностей сегодняшнего обстрела Украины российскими ракетами, это то, что поляки подняли свои Еф-16, когда появилась угроза Львовской области, приграничной Польши. Роман Григорьевич, для чего поляки поднимали истребители и в каком случае они бы их использовали? Однозначно, как только бы ракета заходила на польскую территорию, она была уничтожена. Поднимают, дело в том, что у поляков тоже есть система радиотехнической разведки, причем серьезнее, чем даже у нас. Ну, мы, в принципе, может быть, даже мы и с одной системой питаемся информацией. Это все-таки и те же ДРЛО натовские, и те же спутники, которые видят и взлеты, и пуски, и так далее, и тому подобное. Если это все с одной системы, так поляки могут просчитать, когда ракеты, допустим, запущенные над Каспием, зайдут на польскую территорию. Там есть определенный лаг по времени, и потому самолеты поднимаются вот где-то за полчаса до предполагаемого захода на польскую территорию. Они однозначно бы уничтожили эти ракеты. Это небольшая проблема абсолютно, потому что главную задачу поставить тем более польским самолетам. У них же там целый спектр новейших самолетов, которые хорошо видят, особенно дозвуковые ракеты, типа Х-101. Х-101 дойдут до Польши, Х-555 дойдут. Х-55 прошла чуть ли не всю Польшу, прошила там недалеко от Германии, упала еще в 1922 году. Они просто на нее никак не отреагировали, думали на Германию лети, так что ее трогать. Ну, примерно так. То есть, эти все процессы есть, были, и поляки сейчас уже пытаются, по крайней мере, им противодействовать. Было бы неплохо, если бы были какие-то договоренности с польскими вооруженными силами о разрешении сбивать ракеты на нашей территории. Даже F-16 новых модификаций с ракетами АМ-120Д с дальностью 180 километров, ну, где-то 150 километров нашей территории могли бы прикрывать по западу. Запад нашей территории, это мы могли бы тогда оттуда снимать наши зенитно-ракетные комплексы, перемещать на восток, увеличивая плотность на доставшейся территории Украины. Ну, это такие мечты, но я думаю, они осуществимы, по большому счету, если проводить определенную работу. То есть, ничего не будет мешать полякам сбивать эти ракеты даже в таком режиме инкогнито, а чего бы нет. То есть, зачем об этом говорить, надо просто разрешение им определенные сектора нарезать, они будут нам помогать в этом смысле. А может, уже помогает, это что и вы знаете. Нет, я как раз вот к этому и вел. Вот это был следующий вопрос, а что было бы, если бы поляки сбивали российские ракеты над нашей территорией, тем самым, как бы не дожидаясь, даже может они не долетали бы до территории Польши, тем самым помогая нам, сохраняя жизни украинцев и объекты, которые могли бы быть разрушены этими ракетами. А вы говорите, что может уже и помогают. А что, россияне не могут отследить, чем была сбита их ракета в Львовской области? Нет, они никак не отследят. Они видят, что самолеты есть, ну, опять же, видят разными средствами. Какие ракеты работают, по какой цели, это практически нереально отследить. У них нет таких дальних средств слежения. А 50-й, ну, 600 километров видит. Ну, вот он чуть дальше, там, западнее реки Днепр видит, допустим. Ну, не более того, запад Украины они не видят. А со стороны Калининграда не может быть мониторинг? Ну, нет, конечно, это же далеко. Это севернее, намного севернее, это уже Палтийская моря. Нет. Не увидят, а по Калининграду там работают, там идет определенная работа, разворачиваются войска польские, литовские, ну, там больше, наверное, немецкие все-таки. Ну, неважно, то есть Калининград потихоньку, его, Калининградскую область берут, мягко скажем так, в окружение. Это Шекслав, там базируется Балтийский, часть Балтийского флота. После того, как, а сейчас, я думаю, уже Швецию примут в НАТО, в Турке вопрос порешали, что там где-то еще пытается остаться на плаву ФИЦО вместе с Орбаном, ну, по крайней мере, как-то пытаясь остановить Швецию. Ну, вряд ли у них это получится. Там есть механизмы финансового влияния, довольно-таки жесткие, поэтому Швеция, скорее всего, в НАТО будет в ближайшее время. И тогда Балтийское море практически внутреннее море НАТО будет считаться. Ну, а Калининград, естественно, выходит, он выходит, Калининградская область только на Балтийское море. У него с одной стороны Польша, с другой стороны Литва. Ну, все. То есть, не сильно развернешься, как раз они будут. А вот тот Сувалский коридор, о котором все всегда говорят, это минимальное расстояние между Белоруссией и Калининградской областью, это километров 100. Пробить его невозможно ни белорусскими войсками, ни российскими, это просто из области фантастики. Потому, когда слышите Сувалский коридор, не реагируйте на него. У нас проблема в Калининградской области сейчас, большая проблема, но проблема сейчас даже между Литвой, Польшей и Германией. Это же непонятно, чья это, в конце концов, земля. То есть, каждый же свое. Ну, поляки, наверное, самые максимальные, они уже у себя повесили указатели на Крулевец. То есть, не Кёнигсберг, это немецкое название, а Крулевец, польское название. Потому, они уже это все у себя на территории разрисовали и уже, можно сказать, аннексировали эту территорию. Информационно пока только. Ну, да, конечно. Так, вопрос от зрителя. Роман Григорьевич, полковник США в отставке. Дэн Гэмптон, пилот F-16, говорит, что готов воевать в ЗСУ. Почему наша власть не привлекла иностранных пилотов и техников еще несколько месяцев назад? Ну, дело в том, что такие предложения шли с самого первого месяца войны. Вместе с самолетами, то есть, летчиков F-16 очень много. Этот самолет летает уже десятки лет с прошлого тысячелетия, летного состава очень много. И готовых выполнять боевые задачи на F-16 летчиков намного больше, чем у нас даже летного состава. Сейчас есть всего вместе взятого. Там есть определенные механизмы, вернее, есть определенная невозможность таких действий по договорам с теми странами, в которых этот летный состав на данный момент находится или где выполнял задачи. Они при обучении, при выполнении боевых задач, они подписывают контракты без разрешения, допустим, тех же Соединенных Штатов или тех стран, где не проходили обучение, без разрешения не выполнять боевую работу на этих самолетах. Но это, если без этого разрешения выполнить, то они становятся наемниками, которые могут попадать под серьезные статьи уголовных кодексов в своих странах. На это уже никто не пойдет. Готовность у людей есть, но механизма юридического полностью запущенного нет. И здесь надо разбираться с Соединенными Штатами, с Европой, то есть для того, чтобы разрешили эти страны участвовать этим людям. А это же не гражданские, а не сейчас, может быть, и гражданские, но это бывшие военные в отставке или, допустим, в запасе. И довольно-таки такой серьезный может возникнуть конфликт юридический, международный, потому, скорее всего, не решены вот именно эти вопросы. Мы не можем их так принять, вот так просто, как бы хотелось. Да, конечно, хотелось, потому что это специалисты высокого класса, это летчики с налетами в тысячи часов, не в сотни, не в десятки, как у нас сейчас летный состав будет на F-16. По большому счету, только переучившись, сколько у них будет? Ну, десятки часов на лед. А для того, чтобы выполнять серьезные задачи, надо сотни часов на лед на этом самолете. Реально лучше тысячи, ну, хотя бы больше тысячи часов. То есть эти бы летчики нам однозначно помогли, плюс очень бы сильно помогли технике, инженерно-технический состав, потому что как раз его надо, ну, в десятки раз больше, чем летчиков разного уровня. Поэтому, я думаю, все-таки этот вопрос будет как-то решаться. Может, он не будет выходить в информационную плоскость, не будут его подсвечивать. И как раз вот из-за этих иногда противоречий в международном праве и в юриспонденции в самих странах разного уровня, откуда граждане этих стран. То есть, может быть, как-то будет решаться чуть-чуть в таком сокрытом режиме. И так же самое, как польские самолеты. То есть, может быть, и будут у нас по контракту служить в нашем легионе, у нас есть иностранный легион. Это внутри законодательства нашей страны легальная организация, в которой могут заключать договора, контракты на выполнение боевых задач. Может быть, это и будет, просто в информационный поток это не пойдет. И правильно, лучше это не поднимать. Спасибо. Роман Григорьевич, о текущей ситуации на фронте хочу вас спросить. Что в Авдеевке, что в Работино, где буквально недавно был президент. И на других направлениях, конечно, что тоже происходит. Недостаток боеприпасов. Это наша беда сейчас. То нормирование, на которое мы сейчас сидим, минимальное. Нам не дает возможности по некоторым позициям удерживать те направления, где мы удерживали противника в режиме активной обороны с помощью артиллерийского огня. То есть, есть несколько, ну не несколько, много направлений, некоторые участки фронта, где конкретно удерживались россияне от наступательных действий, или занятия наших позиций, или разорвачивания своих только с помощью артиллерийского огня. Это и есть активная оборона. То есть, там, где не проводятся партификационные, ну не сооружаются партификационные, не проводятся мероприятия по обороне такой кондовой, там прикрывается артиллерийским огнем. Вот у нас боеприпасов нет, мы некоторые позиции сейчас теряем. Причем везде, от Работина до Куперска. Это надо признавать, это да, действительно, это беда, это есть. И позиции, и часть территории, ну территорию имеется в виду, там, квадратные метры, километры, если так смотреть. Но, тем не менее, теряем. Отходим на лучшие позиции с точки зрения удержания с меньшим количеством боеприпасов, использования меньшего количества боеприпасов. Одно дело удерживать низину с помощью артиллерии, другое дело уже надо один расход боеприпасов, другое дело, допустим, какие-то высоты, когда отходишь, и намного легче удерживать даже с помощью стрелкового вооружения или мероприятий, там, минирования, ну, обеспечение определенное, проведение определенной линии обеспечения, отрытия ее. То есть, разные механизмы тактически используются, и вот в Работино у нас есть там некоторые потери, там есть два хороших приобретения, особенно по флангам этого вклинения, но в самом Работино, под Гербовым, там мы несколько позиций потеряли. Район Маринки очень тяжелый, особенно южное направление. Россия не давят, пытаются выдавить нас из некоторых опорников, иногда удается, опять же, из-за недостатка боеприпасов. В Авдеевке тоже тяжелое положение, довольно-таки серьезное, особенно сейчас они начали с севера выходить на трассу из Орловки, то есть через Орловку, которая идет, и там уже близко подошли, до километра по некоторым позициям, потому очень опасно сейчас даже по трассе двигаться. Но спасает то, что все-таки в самой Авдеевке достаточное количество военной амуниции, там как минимум армейские запасы такого уровня гарнизона, полтора-два месяца они могут вообще в полном окружении удерживаться. Но до этого не дойдет однозначно. Я думаю, все-таки решат вопрос по передаче боеприпасов, выделению денег, и мы поможем ребятам в Авдеевке. Но еще раз повторюсь, очень тяжело. И россияне там некоторые позиции заняли те, которые мы не можем удерживать с помощью артиллерийского огня. Та же картина по северу Бахмута двигаются в сторону Часовьяра, тоже там сотни метров, но тем не менее продвижение есть. А вот на Луганском направлении есть некоторые продвижения россиян до полутора километров. И в сторону Торского, в сторону Макеевки, Кернов, то есть если так смотреть по всей линии фронта. Опять же оставляем позиции из-за недостатка боеприпасов. В районе Купинска удерживаем, там хорошо подготовленная оборона. Там просто для россиян тяжелое направление для наступательных действий с помощью техники. А без техники смысла там никакого нет наступать. Сейчас около нулевая температура, даже плюсовая. Те надежды россиян на какие-то морозы Грета Тумберг разбила напрочь. Сарказм однозначно, это мой любимый персонаж, потому я не часто вспоминаю, когда говорю о погоде и тех погодных условиях, которые мы взяли в расчет. Сейчас видно вот этот замысел нашего головкома летний, как сдвинуть российский наступательный потенциал ближе к зиме и угробить его в грязи. Вот это то, что сейчас мы видим прекрасно. Спасибо большое. Роман Григорьевич, вопрос от зрителя. Почему, по мнению Романа, российское ПВО довольно часто сбивали свои же летательные аппараты, учитывая, что наличие системы свой-чужой предусмотрено на каждом военном самолете или вертолете? Неужели это настолько ненадежная система? Нет, система надежная. Дело в том, что там времени на запрос не всегда есть. В боевой обстановке иногда она просто даже не используется, эта система. Это же надо нажать на кнопку, надо отправить сигнал, получить обратный, принять решение. Это все время. В автоматическом режиме это очень сложно срабатывает. И на поле боя, особенно тогда, когда идут с большими скоростями, ну там секунды, доли секунды на принятие решения. Там не до свой-чужой. Там чуть другая система управления. То есть есть разграничения по секторам и по времени работы, так называемой. То есть вот дается какому-то зенитно-ракетному комплексу время, допустим, согласовывается с летчиками, время о том, что вот они работают. Вот с 11.20 до 11.43. И вот пока мы там летаем, вы там никого не стреляете. А после 11.43 стреляете везде, все, что движется, там нас уже нет. Вот ракетчики берут и работают, не успевая с системой свой-чужой вообще справиться. Ну нет времени на это. Это же не дальние полеты. Это когда цель идет десятки минут, когда можно не просто запросить ее через пароли, через систему свой-чужой, а вообще в эфире связаться и спросить, Вася, как там у тебя дела. То есть это совсем другое. В горячке боя дружественный огонь, особенно вот такого, когда нет согласования между ПВО и авиацией, это довольно-таки нередкое явление. Я больше скажу, опять же, надо быть объективным. Мы тоже теряли самолеты из-за дружественного огня. Особенно ПЗРК. Особенно ПЗРК. То есть переносные зенитно-ракетные комплексы отрабатывали по нашим же бортам. Хорошо просто на нашей территории летчики или катапультировались, или, допустим, по борту. Там мы теряли тоже в том числе, потому это как раз в общих потерях процент этот, он не учитывается как боевая, в смысле прямая боевая потеря. То есть он иногда даже допускается, такой процент дружественного огня. Но у россиян он действительно большой, если честно. В основном за счет того, что большая плотность полетов, то есть количество самолетов, количество зенитно-ракетных комплексов несогласованность, естественно, между этими видами войск. И непрофпригодность экипажей, причем одних и других. Летчики иногда летают, либо желторотики, либо уже стариков повыгребали с пенсии, посадили на самолеты, они выполняют задачи, им давно уже на печи лежать, их пыль встряхнули, посадили. Ну и, естественно, расчеты зенитно-ракетных комплексов. Они же пытаются их восстанавливать. А при уничтожении зенитно-ракетного комплекса уничтожается же и расчет. То есть уничтожаются те профессионалы, которые успевали нажать на кнопку определить, свой это или чужой. А пришли товарищи с улицы, на которых посадили, они кроме кнопки вкл-выкл на телевизоре больше ничего не включали. Попробуйте. Пока найдет эту кнопку свой-чужой, от него мокрое место может не остаться. Потому стреляют сразу во все, что движется. И на финал сегодняшнего эфира я вот оставил историю, которую я анонсировал ранее. Я сказал, что я в шоке. Ничего не сказать от этой истории. Я кратко ее перескажу. Не, может, недословно. Где-то, может, допущу ошибку. Но тут скорее важна суть, чем детали. В результате перекрытия дороги толпой из примерно 100 человек в Косовском районе Ивано-Франковской области пострадали две женщины и шестилетняя девочка. 6 февраля на линию 102 поступило сообщение о конфликте с участием местных жителей в селе Космач. Далее, со слов женщины, которая была за рулем, она поехала из одного села в другое в отделение Новой почты. Она была с подругой и своей дочерью 6 лет. И, значит, они проезжали вот это село Космач, где, вот дальше там тоже отступление уже не с ее слов, якобы предупредили жителей местного села, что туда приедут то ли из ТЦК, СП, то ли, в общем, или те, кто с ними работает для того, чтобы собирать мужчин, мобилизовывать. И, значит, якобы была наводка на какой-то автомобиль. И вот дальше, со слов этой женщины, она проезжает, толпа женщин в состоянии алкогольного опьянения с битами, палками, железяками остановила ее, и по дороге туда она объяснила, кто она, откуда она, с ребенком она, и ее пропустили. Значит, по дороге назад эта же толпа ее остановила, их уже было больше, они уже были еще более разъемные, ее начали вытаскивать из автомобиля, вырывать, значит, бить через приоткрытое окно. В итоге перепросовывали эти металлические предметы, просунули бейсбольную биту, ударили ребенка. Ну, в общем, я не представляю, в каком шоке шестилетняя девочка какую психологическую, не только физиологическую травму ей нанесли. Переносица заживет, ну, какой стресс получил ребенок. И все это, значит, было оправдано вот этой легендой, что какие-то страшные ТЦК, СП, военкомы должны были приехать в село, и вот женщины чуть ли не с вилами и факелами вышли отбивать своих мужчин. Для меня это какой-то ужас. У меня становятся волосы дыбом от этой истории. Мы переносимся куда-то далеко в пещерное свое прошлое. Мы забываем о том, что мы люди. Поэтому я хочу обратиться сейчас ко всем, наверное, нам. Давайте не забывать, что мы человеки в первую очередь. Да, ну и то, что поднять руку на ребенка шестилетнего в машине для меня, это в принципе что-то за грани вообще понимания. Роман Григорьевич, что о такой ситуации скажете? Как предотвратить, может быть, подобное? Как все-таки оставаться людьми в любой ситуации? Ну, эта ситуация, это следствие определенной причины. Это не причина. То, что вы говорили, это не причина проблем. Причина – это следствие проблем. Это то, что у нас осталась старая система военкоматов, советская. Это пережитки совка. Это та основная причина, на которую надо влиять. Ее убрать и не будет проблем никаких в этом смысле. То есть надо нам от военкоматов, от мобилизации уходить. Мы с вами вначале об этом говорили. Уже неоднократно я об этом говорю. У нас этого просто не должно быть. Не должно быть ТЦК, не должно быть военкомов, которые куда-то выезжают, кого-то хватают, их надо встречать с вилами, ну и так далее, и тому подобное. Этого не должно быть. И не будет потом никаких инцидентов. А это именно эта проблема. Причем вот с этим вот законом, который сейчас, она будет еще хуже. Вы представляете, это сейчас с вилами девчонки встречают, да, в тех военкомов или ТЦКшников. А в конце концов дойдет же до автоматов, дойдет до гранатометов, гранат и так далее, и тому подобное. То есть это целые баталии развернутся. Потому этот закон как раз ведет вот к такому внутреннему противостоянию. Его нельзя ни в коем случае допускать, разворачивать, снимать эту тему. Россияне даже от них общаются. Они попробовали через мобилизацию собрать людей с улицы. Так в России, представьте, там сколько народу. И то им начали жечь военкоматы и убивать военкомов. Ну это было просто-напросто. Это сейчас уже в этом тысячелетии не работает. Все эти такого рода подходы. Только мотивация, только мотивация и профпригодность. Мотивация сейчас только финансовая. Я уже говорил почему. После продажи земли уже не привяжете к земле никак, пока не создадим земельного банка. И земляне будет, не вернем обратно землю народу, чтобы можно было всем миром защищать. А сейчас только мотивация денежная, финансовая. Ну и профпригодность. Профпригодность сейчас есть только одна у одной категории. У силовиков, внутренних силовиков. Ну то есть у правоохранительных органов. Только они могут обращаться с оружием сразу. То есть выполнять боевые задачи. Всех остальных надо учить, ставить строй. А реально к людям, к гражданским людям, не к госструктурам. И участникам госструктуры, госслужбе. К людям гражданским можно обращаться только с одной просьбой, или не так, предложением заработать денег, допустим, через рекрутинговые компании в каждую бригаду. Вариантов других абсолютно нет. Все остальное закончится виллами, гранатометами, гранатами и серьезным внутренним противостоянием. Роман Григорьевич, буду вас благодарить. Спасибо большое. Как всегда, интересно, насыщенно и, я думаю, полезно для наших зрителей. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok